Вот говорят, знаете, человек-человеку волк, вот говорят, да? Ну, посмотрел я на устройство стаи волчьей и понял, что это... И позавидовал. Да, это полная глупость вообще. Какой волк человек-человеку? Посмотрите, что с волками творится. Я так потихонечку почитаю вам, чтобы вы прокомментировали и именно отнеслись к человеку. Вот, например, вожаком становится тот, кто берет на себя ответственность в организации охоты, и защищает каждого своего собрата. То есть стая интуитивно подчиняется более сильному и ответственному, вне зависимости от возраста. Вот что значит руководитель сильный и ответственный? Если бы сразу это на человека, что это значит? Человек – это такой человек-волк, который может объединить всех и убедить всех, что именно объединение, а оно является их законом и способом обеспечить свое существование. То есть если вот такой руководитель, да, проведет это в обществе, то стая состоится, да? Да, признает его вожаком. Признает его вожаком. И она будет в порядке. Да. Так. Дальше. Это было первое. Второе. Чем сильнее и опытнее вожак, тем активнее он пресекает все свары, тем меньше раздоров и агрессии в стае, тем дружественнее атмосфера и сплоченнее группа. Вот меня тут интересует пресекает свары. Это же может быть достаточно жесткие всякие методы. Ну, так это же закон общежития любого, даже звериного. Да, вот звериного. Я уже не говорю о человеческом. То есть он должен быть и жесткий, и мягкий в то же время, да? Мягкий, я не знаю, но он должен быть очень-очень четкий, уверенный в себе и проявляющий свою волю. То есть свары все такие, все недобрые отношения, не знаю, как наговоры, все это пресекать? Конечно. Жестко. Его будут не любить, кто-то его будет не любить, там и так далее. Его будут бояться, это самое главное. Да? Да. Потому будут уважать. Так. И служить. И это есть руководитель? Да. То есть у него все-таки цель впереди существует, да? Привести... С волками жить, поволчивать. Так, хорошо. Третье. Вожак ведет стаю, выводит соплеменников из-под облав, планирует и начинает охоту, первый бросается на врагов и на добычу. Вот что значит быть первым во всем? То есть принимать на себя все удары, все задачи, которые рождаются и возникают перед его стаей. Мы говорим об обществе человеческом, да? Неважно, да. Ну, вы об этом говорите. Да, да, да. То есть он все удары принимает на себя первый, то есть он переживает за все это... Это его личная семья, как бы. То есть вы воспринимаете руководителя как, я не знаю, как отца. Да. И вот это вот общество, это моя семья. Да. Понятно. А если там, вот как сейчас у нас, если там профукали что-то, если это, он берет ответственность на себя? Ну, тогда, если он не берет ответственность, его тут же убирают. Среди детей такого нет. То есть он должен взять ответственность на себя? Да. Четвертое. Передвигаются волки цепочкой. Первые три волка, старые и больные, за ними идут пять самых сильных волков, далее часть стаи, которые они защищают. И еще пятеро сильных волков. Последним идет вожак, который следит, чтобы никто не отставал. Вот что значит быть лидером, это не значит быть впереди стаи, а следить, чтобы все дошли. Ну, это самое главное. Это самое главное. То есть заботиться о сохранности всех. И стариков, которые впереди идут. Абсолютно обо всех. Именно поэтому его и оценивают. Это и есть сила руководителя? Да. Это возможно вообще? Ну, ты видишь, среди волков есть. Ну, среди волков людям посложнее. Людям посложнее. Ты все-таки держишься за кресло, тебя выбирают и так далее, и так далее. Человечество во многом испортило себя за эти тысячи лет. Вот там работает инстинкт, а у нас... Там работает четкое внутреннее понимание необходимости. Там? Да. То есть они по природе живут? Да. Такова природа себя и окружающая природа и общество нашего, волчьего. И поэтому мы только таким образом можем действовать. Понятно. И сохранимся. А мы здесь? А мы здесь вообще никто и ничто. Каждый смотрит, куда бы лжать, ничего на себя не врать. И остальные пусть как угодно. Понятно. Меня это не касается. То есть мы пришли к тому, что действительно вожак, руководитель должен видеть всех, да, идти последним за ними, грубо говоря, да? Вот мы должны создать такую стаю, когда к нам будут приходить и проситься именно под наши законы. Вы сейчас говорите, мы о ком? Мы имеется в виду группа. Группа. А будут приходить, потому что поймут, что все в заботе, да? Да. Друг о друге. И другого пути нет. И для того, чтобы сохранить себя, расти детей, обеспечить уверенность старикам, женщинам, детям, мы должны именно так себя вести. Пятое. Волк всю жизнь живет с одной волчицей и никогда ей не изменяет. И если даже во время охоты волк или волчица погибают, то одинокий супруг не ищет замену, а остается один на всю оставшуюся жизнь. Представляете? До этого нам еще очень далеко. Вообще, представляете, выбираешь на всю жизнь. Вот у волков, видите, получается. Нам есть чему учиться. Есть чему учиться. Что это такое, вот когда вот так ты решаешь, что ты выбираешь? У них это природа. А у нас? Вот что это, когда ты решаешь? У нас это наша эгоистическая природа, которая нас сводит с ума. Да, понятно, но когда ты решаешь и вот так вот живешь, это значит, ты как-то ее обуздал, сумел обуздать свою эгоистическую природу, что вот ты на всю жизнь выбираешь. Да. Но вы же говорите, надо так выбирать на всю жизнь. Так надо. И держаться. И держаться, но ты видишь, как получается у нас. Да. Шестое. Вот о волчице. Когда волку, мужу, угрожает опасность, волчица закрывает его шею. Что может быть и для нее очень опасно, но она об этом не думает. А в человеческом общежитии что значит вот жене прикрывать своего мужа, вот так вот его оберегать? Вот что значит? Ну, я не знаю чувств волчицы. Ну, мы говорим о человеке уже. Ну, о человеке, это значит, она понимает, что она от этого зависима. Так. И это самая главная ее задача. Пока он жив, силен, да? Да. То она и дети защищены. Понятно. Ну, вот что значит жена, любящая своего мужа? Вот тогда я так спрошу. Жена, любящая своего мужа, она считает, что если может быть что-то плохое с ним, то она готова разделить с ним это и без всяких разумий. Понятно. Дальше, седьмое. Волчица, готовясь рожать, строит себе уютное жилище. Но она не думает о своем уюте, а думает об уюте будущего поколения своего. Что значит маме будущей не думать о себе? То есть она живет ради своих детей, внуков и так далее. Это мы говорим уже о нашем мире. Да. Я не думаю о себе, а думаю о них. Вот что это означает? Что это? Что значит если... Ради них. Ты поступаешь ради них. Вот я себя полностью отменяю? Абсолютно. Да. И думаю только... Ты делаешь то, что, возможно, хорошо будет для них. Для них. А вы можете вот сказать первое, что хорошо будет для них? Что? Ты, возможно, меняешь место жительства. Так. Место работы. Для них все, да? И все для них. Понятно. Любимую работу ты можешь оставить ради них. Восьмое. А волчица с приплодом заботится вся стая во главе с вожаком. Приносят ей пищу. Вот полностью забота о ней и о будущем потомстве. Всей стаи. Вот что значит обществу заботиться о матерях? Я говорю уже о человеке, о человечестве. Сделать все для их безопасности, надежности. И их будущего. Тогда они будут растить своих потомков. И стая, общество будет обеспечено следующим поколением. Вот эта мысль должна быть, да? Да. То есть мы для них, общество для них. Видите, в стаи это возможно. Девятое. Когда мать уходит на охоту, няньки стерегут малышей и играют с ними. Отношение к малышам в стае самое нежное. Любой взрослый всегда готов поделиться с ними пищей, поиграть, поучить правилам охоты или субординации. Именно поэтому волчья стая такая сплоченная и эффективная. Я хочу к ним. То есть это процесс воспитания? Вот это, да? Вот когда все-все, все общество приходит, там, я не знаю, не о своих детях. Ты же ищешь тему для новой книги. Ну. Вот у тебя есть перед тобой. Сопоставить вот так все, да? Конечно. Как приблизиться к волчьей стае будет называться книг. То есть скажите, пожалуйста, когда я могу оторваться от своего ребенка? Тут говорится, я забочусь и о чужом, о другом ребенке. Вся стая заботится о нем. В каком случае это возможно? Это вообще, понимаете? Когда ты понимаешь, что вы все вы, это одно вообще целое. Каббалистические принципы. Абсолютно. Что без этого я пропаду, да? Да. Я вот этот вот ребенок соседский, для меня так же важен, как мой собственный ребенок. Да. Это так выглядит очень нереально для человека. Но это должно быть так. Правда? Должно быть так, конечно. Понятно. Ну и десятый принцип. Стая может ухаживать за инвалидом, покалеченным или старым зверем. Его кормят пережеванной пищей, как щенков. И даже могут ловить у него блох. Даже. Вот. Но есть тут добавка все-таки. Нашел я эту добавку. Но в голодный год стая не может взять на себя обязанность по выкармливанию пожилых животных. И пожилые принимают это. Понятно. Вот скажите, пожалуйста, вот это вот, это тоже вопрос выживания, что мы заботим. Это вопрос выживания и необходимости для стаи. И поэтому есть такие особи, которые жертвуют собой ради жизни всей стаи. То есть давайте выстроим. Они заботятся об инвалидах, пожилых. Обо всех. И мы должны заботиться о пожилых. Но если есть такие условия, что невозможно заботиться о слабых. Вот это очень тяжелый вопрос на самом деле. То что выбирается? Вот как выбирается? Бирается тот, кто дает большую пользу для будущего поколения. Да? То есть молодые и сильные? Да. То есть все равно принцип стоит выживания стаи. Выживания общества, да? Да. Ну и сейчас, если можно, мы так приближаемся к концу уже. Если можно, вот так вот. Выводы, пожалуйста. Выводы нам, конечно, есть чего поучиться у волков. Так. Нам надо что-то сделать для того, чтобы мы исправились. Чтобы мы обязательно подумали над организацией нашего общества. Каким образом его перестроить и сделать более здоровым. И какие программы воспитания мы должны принять на себя. Для своих детей, для своих внуков. Для будущего поколения. Это несколько поколений перед нами. И мы должны ради них изменить порядки в обществе. Понятно. Понятно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...